Если ребенок не говорит в три года, если он путает произношение таких звуков, как мягкие, твердые, звонкие, глухие, например, путает, заменяет звуки B на P, V на F, G на T, если же ребенок картавит, шепелявит, гнусавит или же речь ребенка развивается достаточно хорошо, а потом при каких-то обстоятельствах ребенок начал говорить плохо, вот при этих всех условиях нужно обратиться к логопеду. В отрасли двух лет дети должны произносить простейшие фразы, состоящие из двух слов, например, мама дай, мама иди. Если же к трем годам ребенок произносит всего лишь 10-15 слов и не составляет из них фразы, тогда стоит бить тревогу и обратиться уже к логопеду. Сейчас считается, что благоприятный возраст, период развития речи — это 2-3 года. Именно в это время родителям стоит обратить внимание на речь ребенка и обратиться к логопеду. ЗРР — это задержка речевого развития у ребенка. Если вашему ребенку поставлен такой диагноз, это значит, что у него развитие речи происходит медленнее, чем должно быть. Обусловлено это такими причинами, как наследственность, например, мама или папа плохо разговаривали тоже в детстве или поздно начали разговаривать, частыми болезнями ребенка, когда организм нацелен на выздоровление, нежели на развитие, ну, либо обстановка в семье, когда с ребенком мало разговаривают или не уделяют ему достаточно времени. При этих условиях, когда ставят задержку речевого развития, специалисты не нужны. Это как бы вопрос, который разрешается со временем. Но нежели существуют еще другие факторы, такие как во время родов, беременности, в первые годы жизни ребенка, какие-то стрессы, травмы, инфекции. Тогда, конечно, стоит прибегнуть к помощи медицинской и педагогической, потому что идет не только задержка речевого развития, но и как бы это уже как проблема считается в дальнейшем развитии речи ребенка. ОНР — это общее недоразвитие речи ребенка. Одно из сложных речевых нарушений, когда у ребенка нарушена грамматика, лексика, слоговая структура слов, звукопроизношение. Когда вашему ребенку установлен диагноз ОНР, это означает то, что его примут в логогруппу в любом садике, и там на общих основаниях будут корректировать его все нарушения в речи. ОНР еще у нас стелится на четыре уровня. Первый уровень — это когда ребенок вообще не разговаривает. Второй уровень — это он немного отличается, когда у ребенка есть определенное количество слов, которые он произносит. Но они не очень понятны для окружающих. Третий уровень — это когда страдает фонетика и грамматика. Это когда, например, молоток и моток ребенок говорит. Ну, вместо молоток говорит моток. И четвертый уровень — это такие ошибки, как, к примеру, высокое, как говорят дети, бывает. Длинное здание. Не высокое здание, а длинное здание. Миша короткий. Не короткий, а низкий. Ну, вот в этом плане. Заикание вообще — это нарушение плавности и ритма речи, которое характеризуется возникновением из-за судорог мышц речевого аппарата. Обусловлено это тем, что страдает центральная нервная система у ребенка. То есть такие причины, как инфекции, стрессы у ребенка, внезапные изменения жизненных ситуаций, например, какие-то в семье, неполадки бывают. Заикание вообще лечится у каждого ребенка индивидуально. Тут должен работать и невропатолог, и психолог, и логопед. Логопед работает по различным методикам, дыхательная гимнастика и артикуляционные упражнения. Ну, зачастую часто путают постановку звука с полной коррекцией. Сначала идет постановка звука ребенка. Иногда можно на первом занятии уже поставить звук. А уже автоматизировать, включить этот звук в речь у ребенка, на это требуется примерно 35-45 дней постоянно работать с ребенком. И чем больше, естественно, нужно поставить звуков ребенка, тем больше будет идти автоматизация. Ну, то, что 35-45 дней, это не так, что логопед придумали, это физиологическая способность человека какую-то привычку вырабатывать. Сюда входят как занятия с логопедом, так и домашние задания логопеда, которые вы выполняете вместе с ребенком дома. Артикуляционная гимнастика — это совокупность упражнений, направленная на укрепление мышц речевого аппарата. Артикуляционная гимнастика проводится постоянно перед занятием с логопедом, и она занимает 5-7 минут общего времени от занятия. Занятие у нас идет 30 минут, то есть это обязательная часть, при которой мы разминаем язычок, получается, наши щечки, все это разминаем для того, чтобы хорошо прошел процесс постановки звуков у ребенка. Логопедический массаж имеет ряд медицинских показаний и рекомендован не каждому. Если у ребенка диагностирован аутизм или задержка психического развития, то в данном случае логопедический массаж ребенку не назначается. Самое часто встречаемое — это дислалия, наверное, потому что это такое нарушение речи при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого аппарата. К примеру, если ребенок произносит вместо звука «р», то есть это в основном встречается у дошкольников, которым обязательно нужен логопед перед школой, иначе у вас возникнут в дальнейшем проблемы с дисграфией, то есть с письмом у ребенка. Самые сложные звуки зачастую у детей — это «р», «л», «с», «ш», «ж». Дисграфия — это нарушение письма у ребенка, дислексия — это нарушение чтения у ребенка. Детский сад, да, это важно, потому что в детском саду происходит многостороннее развитие ребенка, и общение с другими детьми, конечно, для развития речи это очень благоприятно влияет на ребенка. Можно вылечить, просто чем раньше замечен какой-либо дефект в речи ребенка, естественно, это в дошкольном возрасте или еще в начальном школьном возрасте это намного проще исправить, нежели уже в взрослом. Говорить о том, что именно прививки могут быть причиной задержки речи, то, конечно же, это неверно. Причину нужно искать до родов, во время родов, в первые годы жизни ребенка, но никак прививка не может стать причиной задержки речи у ребенка.